Привет, друзья! Это Егоров и медиа-скандалы. Начнем с ужасающего случая на матче Родины с Броуками. Нет, не с этого. Был еще хуже. Сразу после забитого пенальти игрок Родины Дехтер хватается за сердце и падает на газон, как Кристиан Эриксон на матче чемпионата Европы. И судья, и Георгий Тегив 40 секунд пытаются хоть как-то растолкать парня, но ничего не получается, и в конце раздается крик. Но игрок Родины, как вы видите, встает. И, похоже, это самый позорный пранк, который только был в медийном футболе. Да, может быть, и не только в медийном. Я сидящего экрана на другом конце России тоже белею. Неужели трагедия произошла? Кстати, тут нужно дать слово знатоку пранков Коле Безопасность, который в какие-то только ситуации не попадал. Правда, вне футбола. Ребят, всем привет. Я на 100% поддерживаю позицию Димы. Хотя от меня это звучит смешно, когда я снимал намного жестче пранки по реакциям. Но благо я отошел от этого, пришло понимание. И на самом деле, касаемо этой ситуации, я как человек на футбольном поле суеверный. Я отношусь к этому всему очень близко к сердцу, потому что очень много несчастных случаев. Знаю этого человека лично, кто это сделал. Если бы я изначально видел, кто подошел к мячу, я бы, конечно, с улыбкой все это воспринял. Но я бы в этот момент реально спугался. А вот что думают очевидцы и участники. Например, слово Тиге, который Дегтера и поднимал. Пару слов вкратце о вчерашнем праздновании гола игрока ФК Родина Медиа. Диман, если я не ошибаюсь, его зовут. Я испугался вчера, если честно, очень сильно. И я не понимал, подбегать, не подбегать, что это постаново, не постаново. Но я поверил, я думал, на самом деле плохо стало. И я не понимал тех людей, которые там стояли. Ну, рядышком прям просто. Может, они в курсе были, я не знал. Потом я у РФа поинтересовался. И он мне говорит, я тоже, говорит, не знал. Я думал, на самом деле ему плохо стало. Но он сам понимает, да, то, что он переборщил. Он это уже понял. Не надо его сейчас там, блядь, обзывать и называть как-то. Что-то, ну, блядь, не минуту же надо было лежать. Понятное дело, там, 5-10 секунд. Что-то у него не по плану пошло. Блядь, я очень сильно испугался. И не дай бог, конечно же, в будущем, если такой момент случится, и там уже, блядь, верить, не верить, уже люди засомневаются. Так что мы парой фраз так в Инстаграме обменялись. Он мне написал то, что, типа, блядь, ну, чуть-чуть тоже перегнул, я это сам все понимаю. Так что я пиздец как очканул вчера. Просто, у меня до речи пропал на секунд 10, если честно. Прокомментировал свое поведение и свой прикол, и сам Дегтер, он записал кружок в комментах в моей телеге, где был очень недоволен хейтом. Блин, ну, типа, какие мудаки, какие насмешки, успокойтесь, блядь. Типа, это, ни в коем случае вообще не хотел никаких негативных эмоций вызвать. Все изначально было спланировано, должна была подбежать моя команда, я их ждал. Как вы видите, типа, пока мы не сплочены в этих действиях, почему я лежал так долго и не встал сразу же, потому что судья говорит о том, что, типа, блядь, заебал, вставай. Но, как бы, я раньше снимал пранки, базара нет, во мне сейчас сыграла вот эта штучка такая, что, типа, нет, фиг, я не встану, типа. Ну, я лежу, типа, и когда я только услышал то, что люди поверили, я такой думаю, не, все, перебор. Начинаю вставать, а тут Тегиев подошел, и подошел, типа, Дэн один с моей команды, и все, и больше никого. Ну, типа, и мне уже, как бы, ну, по-любому надо было доигрывать эту всю движуху, поэтому я никакой вообще негативной какой-то подковырки, вот, блядь, вообще не собирался донести до людей, осуждая, типа, ну, короче, вы поняли, без всякого негатива. Кстати, подписан и стал заложником вот этого поведения, потому что родину начали хейтить. Димон, приветствую тебя, спасибо еще раз большое за то, что согласились провести матч. Очень важен для нас, жалко, что тебя не было, потому что матч был офигенный. Что касается празднования Дегтера, он накануне ночью в группу общий чат скинул сообщение, говорит, ребят, если я забью, я прикинусь, что я умер, вы ко мне подбежите, и я зачитаю быстро строчки из своего трека. И эту инициативу, честно говоря, никто не поддержал, и много кто мимо как бы пропустил, потому что в чате дальше там переписывались уже люди по другим делам. В итоге пенка, он забивает, он падает, и, ну, я жду, когда он встанет, и все ждали, когда он встанет. Я даже там показывал, говорил ребятам, типа, это пранк походу. Вот, команда не поддержала его, он все лежит и лежит, и, конечно, это перебор просто. Ну, ты можешь откинуться и резко встать сразу же в эту же секунду, но это максимум, на мой взгляд. Вот, мы провели беседу, сейчас я еду на тренировку, тоже будем разговаривать с ним, потому что, ну, это неуместная шутка была. И он извинился, вышел, выйдет выпуск у нас вечером на эту тему. Ребят, по поводу инцидента, который произошел в игре с Bro Boys, я забил пенальти и, собственно, решил отпраздновать гол. Ни в коем случае не хочу залетать сюда с такой репутацией. Серьезно настроен в плане футбола, в плане контента, в плане музыки. Хочу все это соединить и показать вам такой, какой я есть. Те, кто обиделись на меня, так сказать, и восприняли это всерьез, еще раз прошу прощения, будем исправляться на поле. Давыду и Володе здоровья ждем, что скажут врачи. Тара написал Давыду ночью. Вот, надеюсь, то, что у него все будет хорошо. Но в остальном хейтить текилы не за что. Мероприятие получилось крутым. И, несмотря на достаточно низкий уровень футбола, организация была, ну, на мой взгляд, топовой. Но тут нужно, опять же, участника спросить. Райзен на этом событии присутствовал. Ему и слово. Вкратце о последних новостях, связанных с командой. Вчера мы сыграли с Родина Медиа. 1-1 в основное время. И проиграли по серии пенальти и буллитам. Организация была на высшем уровне. Трансляция, свет, корреспонденты, комментаторы. Все четко. Саня Текила, тебе большой респект. Идем дальше. МКС. Странные вещи происходят с финалом, который должен был состояться 12 сентября на ВТБ-арене. И в этом финале должны были играть Броуки и Реалити. И где МКЛ, где-то Броуки. Неожиданно пришла новость, что газон на стадионе ВТБ-арена под финал не готов. Что? Давай пока обратим внимание как раз на проход. Потому что там играют рэкбисты, потому что там тренируются и играет, ну не знаю, насколько тренируются, но точно играет профессиональный футбольный клуб Родина, который выступает в ФНЛ. Ну и, конечно же, у Динамо там и матч Кубка России, и матч РПЛ. И вроде как в один день игроном пришел, посмотрел на поле и сказал, если вы будете продолжать жить в таком же графике, то затраты на перестилание газона призойдут деньги, которые вы получаете от МКС и, возможно, от других каких-то соревнований. Тем не менее, я пока слышал только об отмене финала МКС. Родина, по-моему, там продолжит играть. Поэтому вот такая ситуация сложилась. Когда я вижу это, меня это не устраивает. И финал, естественно, подвис. Ну, потому что сначала решающий матч должен был состояться в начале сентября, потом его перенесли на даты 6-7, потом звучали даты вроде как 9-10, потом 12-е. И в итоге что делать сейчас, непонятно. Естественно, организаторы, которых администрация ВТБ арены, я считаю, также подставила, начали тут же рассматривать различные варианты. Ну, Сапсан бы не устроил ни их, ни спонсоров, ни сами команды, потому что обещалось вообще-то стадион другого абсолютно уровня. И, естественно, Сапсан здесь не участвовал в этой гонке, где можно провести финал. Была информация об арене Химки, но какой смысл играть на стадионе в Подмосковье. Опять же, зачем туда ехать, если можно сыграть точно так же на Сапсане, потому что разницы между Химками и Сапсаном особой нету. Разница разве что в поле. Ну и, что самое главное, ведутся переговоры с Вепп. Арена – это стадион ЦСКА, конечно, не такой люксовый уровень, как у стадиона «Динамо», но, тем не менее, там игрались матчи Лиги Чемпионов. И любой футболист, особенно из медиалиги, хотел бы там сыграть. Ведутся переговоры между командами, между организаторами, между стадионами. Клубы пытаются понять, как совместить этот турнир и этот финал с медиалигой, которая стартует буквально через день и через два. Как не получить травмы при уходе с искусственного газона на натуральное. И это сейчас всех волнует, но, скорее всего, по последней информации, финал все-таки состоится. И команда, и организаторы, и спонсоры, и стадион придут к какому-то общему знаменателю. Это положительная новость. Хотя начиналось как скандал. А в завершении скандал на другом турнире, на МФЛ. Дело в том, что тренер бейсмента Шамиль Курбанов напрямую сказал, что Лига не хочет, вроде как, заявлять его команду бейсмент, финалиста прошлой МФЛ, а также арт-полуфиналиста МФЛ, Стармикс и, может быть, еще какие-то клубы. Если тебя коснутся чужие руки, то для меня ты умрешь. Вот что сказал Шамиль, давайте его послушаем. Что ты решила сегодня? Ты анонсировал, что сегодня все будет? Ну, сегодня что не решилось. Тяжелые переговоры там получились. И все переносит на завтра. Я правильно понимаю, что вас хотят убрать из МФЛ? Да. Почему? Потому что вы делаете мало контента? Я не знаю, чем это, чем, я не знаю, аргументирует Николай. Мне бы хотелось его услышать. Но он у нас очень занятой человек, мне не может, наверное, объяснить. Но я думаю, он будет в любом случае говорить, что это за отсутствие какого-то контента. Но если взять, то у нас таких команд в лиге из 16 будет команд 7-8, у которых нет контента. Но почему-то он хочет убрать Бейсман. Думаю, там рядом с нами где-то Арт и Стармикс. Но я просто не понимаю, как мы туда в этот список попадаем. Но еще решили, что вы оставите все-таки? Да есть, конечно. Но единственное, если Эрик не будет вот эти глупые голосования свои делать у себя в Телеграм-канале, где он просто Бейсман добавляет пул, не в обиду сказано Арту и Стармиксу, мы как бы финалисты, надо это тоже было уважать. А Эрик решил сделать так, чтобы просто вот такой разброс сделать. Мне это не очень понравилось. Нужно понимать, что основная проблематика темы понятна. Дело в том, что несколько клубов, которые участвовали в первой МФЛ, практически не выпускают контент на своих каналах. При этом в Лигу, в МФЛ хотят зайти разные коллективы. Это и Родина Сани Текилы, которые делают море контента. Это и деньги, которые исторически уже медийно-футбольные клубы, которые также делают контент, создают инфоповоды. Это и команды с разными рэперами и звездами, которые также могут принести Лиге. И много селеб, и много различных тем. Поэтому Николай Осипов стоит перед жестким выбором. Что же делать? Мне кажется, что легче всего либо запустить голосование, либо устроить турнир. И я уверен, что Николай с этим справится, потому что первая медиалига была прекрасной, а вторая должна стать еще лучше. Конечно же, любой, кто не попадет в МФЛ, это будет сильно обидно. Но что делать? Таковы нынче ставки на участие в турнире. Такие вот медиаскандалы. Ждем новых. Это был Егоров. Пока. Возвращаюсь из отпуска. Скоро.